У тебя долго интересная история. Работал и ветеринарным врачом на ферме, и трактористом. Я вернулся обратно в Россию. Кто виноват? Тоже крайне в какой-то конкретной ситуации. Готов вернуться на ферму? Мы это проходили. То есть хит-стресс не препятствие? Не препятствие. Добрый день, сегодня у нас в гостях Сергей Данилов, директор по стратегическим клиентам компании ABS Россия. Здравствуй, Сережа. Добрый день. Сережа, мы с тобой знакомы давно, и у тебя долго интересная история. Сейчас ты выступаешь в роли консультанта, но познакомились мы, когда ты работал в Белгородской области в хозяйстве. Ветврачом, старшим ветврачом. Расскажи, как ты дошел, как шел твой путь? Ну и самый главный вопрос. Будучи по ту и по эту сторону баррикад, где интереснее работа, где интереснее задачи, помогает ли тебе это в твоей работе? Начну, наверное, немного подальше. Мой опыт начался не в Белгородской области, начался он в Литве. Я работал в хозяйстве на 800 коров в 2008 году. Работал и ветеринарным врачом на ферме, и трактористом. Ух ты! В выходные, когда был выходной день для основного состава трактористов, я работал и на кормораздатчике, и на погрузчике. То есть ты за техником был чуть-чуть? Чуть-чуть за техником, потому что кормовые листы составлял тоже я. Недолго это продолжалось, 8 месяцев. В августе 2008 года, когда у нас были определенные события, которые есть сейчас, я вернулся обратно в Россию, потому что дыхание кризиса уже чувствовалось там. Мы ощутили в России его несколько позже, на несколько месяцев. Вернулся, два месяца отдохнул, встретился со всеми многочисленными родственниками, подал резюме и оказался в городе Старый Оскол. Путь мой на самом деле начинался не с ветрача Белгородской области, Я много пропустил в твоей судьбе. А с зоотехникой по движению стада. Самая маленькая ферма 1200 коров. Зоотехником я проработал месяца три, и потом начал самый карьерный взлет со старшего врача фермы, и еще через полгода главного врача. Стесняюсь спросить, образование у тебя изначально какое было? Я ветеринарный врач. А, уже неплохо, уже неплохо. Моя альма-матер – это Ижевская академия, в то время академия. Специальность биотехнологии. Как вот пришлось кстати… Сейчас ты по профилю прям, прям попрофильнее не придумал. В роли ветеринарного врача главного на три комплекса я проработал пять лет. Какое поголовье было? Поголовье три двести, тысяча двести и тысяча двести. То есть почти шесть тысяч. Да, то, что было в зоне моей ответственности. Скажи, опыт зоотехнический в работе ветврача пригодился? Тут главный вопрос. Кто виноват, зоотехник или ветеринар? Я считаю, что животноводство – это игра командная. То есть виноват их искать – это дело неблагодарное. Виноваты всегда коллективно. Все. Опыт зоотехника, конечно, мне помогал. Потому что я знал, где могут быть какие-то подводные камни. Если что-то на ферме происходило внезапно с резким снижением надоев или с провалом поплодотворяемости, я знал, где искать. Понятно. То есть коллективная ответственность. Нет ни виноватых, ни правых. Работают все вместе. Результат получают все вместе. Результат получают именно тогда, когда команда настроена. Когда каждый на своем месте, каждый не стесняется задавать вопросы. и искать решение. Проблемы начинаются именно тогда, когда пытаются найти, а кто же крайний в какой-то конкретной ситуации. Если… Зависит во многом от позиции руководства. Если директор склонен принимать ту или иную сторону, начинаются проблемы. Потому что директор, как рефери, должен быть над схваткой. И в идеале не должен допустить эту схватку. Какой подход? Разделяй и властной, либо объединяй и делай вместе. Второй вариант. Объединение. То есть только в команде, не выделяя, не отделяя. Скажи, сейчас ты по другую сторону баррикад. То есть ты был исполнителем, сейчас ты больше со стороны консультанта, со сторонней организации, которая помогает. Опыт работы, понимание проблем исполнителя. Насколько важен для консультанта? Потому что мы часто встречаемся с тем, что консультант дает правильные советы, которые невыполнимы. Насколько глубоко ты, как консультант, спускаешься к своему клиенту? Думаю, что во многом опыт, который есть, он и помогает достигать тех успехов, которые есть сейчас в компании. Потому что, давая тот или иной совет, я понимаю, с одной стороны, вообще начнут ли они какие-то движения по выполнению этой рекомендации. С другой стороны, знаю, где именно, в какой момент я должен дать ту или иную рекомендацию. Потому что нельзя объять необъятное, нужно, всегда поддерживаясь позиции, начинать от простого к сложному. И рекомендация должна быть к месту. То есть она должна быть выполнима? Абсолютно верно. Потому что нет смысла говорить, когда у тебя полные ямы, с готовым основным составом кормов, говорить о том, что корма не такие, не хватает того, не хватает всего. В октябре уже об этом говорить поздно. Да, безусловно. Понятно. Смотри, такие бытовые вопросы. Ты, когда перекинулся с одного лагерь в другой, приходилось встречаться, я думаю, с прошлыми коллегами. То есть, когда ты стал консультантом, когда ушел в компанию ABS, правильно? Вот. Все равно вы продолжали общение, и ты уже приезжал как человек, который там дает рекомендации, оценивает. Общению это не мешало? Или наоборот, было удобнее работать с коллегами? Как в этот? Бэкграунд и знакомство влияло? Общение... Потому что коллеги распространены по всей территории России. Куда бы, в какой бы регион я ни приехал, всегда есть кому позвонить, встретиться, обсудить какие-то тренды на рынке, ну и поработать, вести совместный бизнес. Смотри, у вас компания западная, сейчас что-то греха таить. Как коммуникация происходит? Как, так скажем, старшие партнеры реагируют на ситуацию в стране, в нашей стране? То есть поменялось ли отношение, либо они хотят с нами работать до конца и поддерживать, и наш бизнес, это вне политики для них? Компания проповедует позиция такая, что мы вне политики, мы кормим людей, пусть опосредованно через наших клиентов, партнеров, но так оно и есть на самом деле. Поэтому компания продолжает бизнес, продолжает смотреть на российский рынок как на приоритетный для развития и роста в компании. Поэтому коммуникации остались, как они были? Все по-прежнему. То есть в личных отношениях, в отношениях иностранцев к нашему бизнесу, к нашему рынку ситуация не сильно не поменялась? Нет, ситуация не поменялась, потому что у нас и выборка, скажем так, не совсем репрезентативна, потому что общаемся в любом случае со старшими директорами, которые имеют несколько взгляд пошире. Но все же идет от головы. То есть в проблемах предприятия, в политике предприятия диктует все-таки руководитель, вверх. Да, абсолютно верно. И директора настроены позитивно, собираются оставаться на рынке и продолжать работу. Да, компания настроена мало того, что остаться на рынке, то есть мы не только будем продолжать импортировать, но и будем развивать локальное производство. Собираетесь быков привозить? Да, есть такие планы. Как насчет сексированности семени? Это будет следующий этап. То есть планы большие, работу останавливать никто не собирается? Нет. На текущий момент, как с продукцией, с доставкой продукции, так скажем, нет никаких проблем, ни по оплате, ни по доставке. Все едет, все платится. Были сложности. Были сложности обнаружения оптимального логистического маршрута. Где-то в марте-апреле мы эту проблему решили. Сейчас в основном груз движется через Турцию или Узбекистан. Конечно, это... Да, такой солидный крюк. Значительно удорожает затраты по логистике. Ну, государство нам поспособствовало, убрав 5-процентный налог, что не может не радовать. То есть и наше государство поддерживает эти отношения и понимает необходимость вашего товара для рынка? Да, безусловно. И это нас радует. Отлично. Ты, я знаю, недавно был за границей. В Лондоне. Я уеду жить в Лондон, а ты вернулся. Скажи, как коммуникация там, вне по пределах работы? Все равно же приходилось встречаться с людьми, отели, рестораны, таксисты, аэропорт. Чувствуешь какую-то неприязнь или что поменялось отношение? Наш рязанский акцент не скрыть никак. Мы не на эти спикеры. Как бы ты чувствовал там какое-то давление, какие-то, не знаю, негативные моменты? В плане коммуникации? В основной массе негатива не было ни на таможне, на погранконтроле, ни при заселении в отель. Конечно, все округляли глаза, видев наш красивый российский паспорт. Но ни вопросов, ни какого-то негатива не было. Единственный момент, которым хочу поделиться, это моя дискуссия с таксистом, который меня... Ну, кто-то про политику знает все. Он как раз на тот случай был из Польши. Отлично. Все лучше и лучше. Но ты вернулся, история окончилась хорошо, я понимаю. Да, потому что у поляка обнаружили существенные пробелы в его знании географии и политики, поэтому он был задавлен авторитетным мнением. И наш диалог продолжался, наверное, минут 10-15. Я объяснил политику партии. Тебя потом высадили? Или вы доехали все-таки? Мы доехали до места. Он попрощался сквозь зубы. Ну, так как в автомобиле ведется видеонаблюдение, он должен был соответствовать. Со соблюстилица какой-то компании. Понятно. А вот санкции коснулись наших платежных систем в плане оплаты. Наша карта, как я понимаю, там не работает. Наличка... С этим были большие сложности. Я постарался подготовиться, как мог. выпустил карту UnionPay. Потратившись на нее. В России? В России. Но, к сожалению, она не сработала у меня ни в Англии, ни в Эмиратах. Я не смог ни снять денег, ни расплатиться. Понятно. И? Спасла наличка. Все-таки наличка. Наличка вернее. Наличку принимают везде. Был единственный момент, где в одном из баров я даже сфотографировал карточку, что, извините, наличные не принимаются, но помогли коллеги. И все принялось. Оплатив своей картой. Отлично. Ладно. Вернемся к рабочим. Бытовые вопросы ясны. То есть, можно ехать за границу, наличка работает, нас как встречали, так и встречаются. Да. Проблема с этим... Не кусаются, не бросаются. Криков нет. Понятно. Скажи, ты за время работы на предприятии, то есть, я тебя запомнил по одному такому очень яркому моменту. Схем синхронизации, там, где ты работал, было 5 или 6. Ты был в эксперименте, в поиске. Сейчас своим клиентам ты такое посоветуешь? То есть, принесли ли эти опыты, эксперименты, результат? Либо классические схемы доказали свою кровоту больше? Экспериментировать нашему клиенту или брать то, что есть, то, что рекомендуют, то, что проверено годами и сразу начинать, не тратя время и ресурсы предприятия? Какой твой опыт был? Мои эксперименты были 10 лет назад. То есть, в то время, когда утвержденных, проверенных годами схем синхронизации просто еще не существовал. Были отдельные публикации в уважаемых иностранных журналах о тех или иных экспериментах. Но выборка их была не больше сотни голов в каждой из схем. Поэтому я считаю, что в каждом ветеринарном враче живет экспериментатор, особенно российском ветеринарном враче. Поэтому, имея все возможности, я решил выбрать оптимальную схему синхронизации для каждого комплекса, который был под моим контролем. И мы пришли к тому, что на каждой из ферм была своя схема синхронизации. Где-то это был оффсинг, где-то это был косинг. И это давало очень хорошие результаты по оплодотворяемости. Сейчас же, когда уже прошло время, есть буклеты совета по воспроизводству американского, эти схемы проверены, подтверждена их результативность. Я рекомендую использовать классические схемы, которые меньше эксперимента больше работы. Так оно, но схему я рекомендую выбирать, исходя из возможностей персонала. То есть, чем больше. Я хотел спросить, что важнее, схема или качество, как ее выполняют? Важнее исполнитель, так скажем. Если мы уверены в исполнителях, мы их проверили. Мой универсальный совет это внести номер несуществующей коровы в список синхронизации и посмотреть итог. Удастся ее осеменить или не удастся? Да, если нам принесут список с поставленной галочкой, я понимаю, что здесь синхронизация у нас будут большие проблемы. Часто приносит? Процентов в 20. Ну, это неплохо. Это неплохо. То есть, 80 все-таки находят. Да. Точнее, 20 находят невозможное. Если мы убеждаемся, что схема простейшая схема выполняется, все инъекции выполнены, тогда мы можем идти к более сложным схемам, где требуется больше инъекций, больше внимания. Возможность ошибки, но и результат будет совсем другой. Отлично. Возвращаясь к нашему русскому ветврачу и традициям, персональный подход к животному на текущей промышленной ферме. это утопия или все-таки имеет место быть? Это утопия. В большинстве своем нужен протокол, отлаженный с проверенными препаратами в нужное время или дни вдвоеме. Скажи такое, сейчас уже практически ни для кого не вызывает сомнений, но когда мы с тобой познакомились, только начинали систему управления стадом, было что-то непонятное. Роль системы управления стадом из твоего личного опыта, ты был очень активным пользователем и дарикомпа, и покеткалл-карта мобильного приложения, роль системы, я понимаю прекрасно, что он не решает всех проблем, но сколько процентов от успеха можно отводить на систему, то есть какая-то часть это общий техпроцесс руководства, какая-то часть у нас это мастерство исполнителей, но автоматизация тоже имеет место быть, очень много спорят об этом, кто-то там любители поискать программы используются на 20, на 30 процентов, на 50 у кого-то, как оценивают, я до сих пор не пойму, проработав с этим уже 15 лет, ты с точки зрения того Сергея 10-15 лет назад, когда еще на ферме, какая доля успеха, какую долю успеха ты бы отвел именно системе, именно тому, что не ты, не твой подчиненный принимает решение, а принимает бездушный компьютер? если генетики сейчас ставится 50% в доле успеха компании и фермы, то технологиям учету я бы отвел 30% от оставшихся 50%. скажи, ты веришь то, что без спецсофта, без каких-то специальных программ, настроенных на работу ветврача, на работу молочного производства, можно вручную, в коровнике, через журналы, через эксель, организовать приличную работу, приличный учет? Мы это проходили. То есть были эксперименты? Они скорее были вынуждены до того, как на ферме появилась система управления стадом. Все велось в так называемой физиологии. Табличка Excel, которая весела. Календарь был с производства? Нет, это совсем далеко. Нет, был Excel, были прописаны формулы, защищены ячейки, но тем не менее, как только появлялся какой-то новый сотрудник, существовал большой риск, все пойдет не так. Все будет снесено, собьется формула, внесут не в ту ячейку. Риск того, что что-то пойдет не так при бумажном варианте или любой Excel программе он велик. Готовил сам или какие-то IT-специалисты от компании этим занимались, ты им только объяснял? Это все готовили самостоятельно. То есть со своими руками все делать. Поэтому, когда появился Dericomb, я открыл для себя, что мой курс по программированию в школе прошел недаром. И мой учитель бы мой гордился. И открылись новые возможности. Абсолютно. Потому что вести вакцинацию, синхронизацию настолько легко и удобно, как это можно в программе «Это небо и земля». Отлично. Смотри, ты затронул момент новых людей на ферме. То есть приходит новый специалист. Очень часто это бывает, что новый, но не специалист. Но новый не специалист приходит. Мы знаем высказывания одного деятеля о том, что кадры решают все. Что с кадрами? Что с кадрами было, когда ты был на ферме? Что с кадрами сейчас? Потому что и уровень и подготовка разная. То есть как решали тогда задачи, как решаете сейчас? Для менеджмента я считаю один из важных вопросов. Как и автоматизация, так и кто этой автоматизацией воспользуется. Можешь поделиться опытом? В то время была большая сложность найти ветеринарного врача или зоотехника. Особенно в период, когда все хотят отгулять свой отпуск, кто-то поехать на море, кто-то поехать к родственникам за тысячи километров от Белгородской области. Мы решали этот вопрос сотрудничая с колледжем. То есть мы брали команду 6-9 человек студентов. Сначала колледжа, потом договорились с моей альмаматором из Ижевска и брали уже студентов начиная от 3-го курса. Я имел возможность спланировать период отпуска технологов с производства ветеринарных врачей, потому что понимал, что у меня есть отряд бойцов, которые по протоколу обучены темнотиницией. Обучены тобой. То есть это было забудьте все то, чему вас учили, теперь начинаем по-настоящему. Да, был период обкатки, опять же, с проверкой, с контролем старшего врача или старшего технолога. Потом мы понимали, кто на что способен и уже делили на работу, которую человек способен выполнять, или он идет в помощь ортопеду, например. Это был первый этап. Второй, когда люди раз за разом приезжали к нам на практику, мы понимали, что из этих десяти я бы пригласил на работу трех. Мы открывали, пересматривали штатное расписание, открывали ставки фельдшеров, принимали их на работу как фельдшеры. И люди, которые хотели расти дальше, они поступали уже на заочное обучение, получая лучшее ветеринарное или зоотехническое образование. Ну, за время работы скажу, что мы подготовили множество специалистов, которые до сих пор работают в отрасли. Которые остались. Ну, взять ветврача, фельдшера, обучить копытчика это одно. Сейчас же у тебя, как я понимаю, команда консультантов в руководстве, в управлении. С этими как? Консультанты у нас вообще на деревьях не растут? С консультантами, конечно, сложнее. Каждый из них это личность. Долгое время нас было двое в составе технической службы. Потом мы выделили отдельно генетиков, отдельно технарей. Каждого на работу принимали лично, отсеивав десятки резюме. И после этого компания вложила много времени, денег в обучение. В обучение специалистов. на что, чему уделяете основное внимание? То есть ты видишь резюме, что для тебя является звоночком, что этого берем или этот у нас никогда не будет? В первую очередь способности к коммуникации. Первое впечатление очень важно понимать, что перемигиваясь с HR, мы понимаем, стоит нам продолжать делать дальше или мы закончим уже на первом этапе? Понятно. То есть знания нет и не первостепенные. То есть говорящий человек, не говорящий. Дальше уже смотрите, что в голове. Что в говорящей голове? какой бы эксперт ни был, но если он не в состоянии донести свою мысль до собеседника, он не будет эффективен как эксперт. То есть мы не сможем его знания клонировать, дублировать. Понятно. Обучение у вас проходит для ваших специалистов регулярно или смотрите там какие-то не знаю отсечки берете? Обучение проходит регулярно для каждой службы. Для техников отдельно, для генетиков отдельно, бывают совместные. Все зависит от того, какие задачи сейчас стоят перед компанией. Проводите сами или помогают западные партнеры? В большинстве своем помогают наши английские коллеги. То есть там весь передовой опыт на специалистов у вас транслируется это? Да, все знания аккумулируются там, формируется визуал презентации и потом доводится до техников. Так, отлично. Рабочие места есть? Если кого-то заинтересует, оставляйте контакты. Да, мы всегда в поиске талантов. То есть компания растет. Все контакты Сергея будут под этим видео в описании. Такое, времена сейчас неспокойные, что будет завтра непонятно. Я желаю успеха и вам и процветания, и тебе, и процветания вашей компании, но вдруг они уйдут. Вот, вдруг они уйдут, скажи, готов вернуться на ферму. Готов перейти опять на ту сторону баррикад? Готов. Периодически с интервалом, наверное, в полгода мне поступают предложения с производства, что меня, конечно, радует. Да, что я до сих пор, несмотря на то, что я уже 1 сентября было 8 лет, как я работаю в АБС, время идет, но тем не менее мой опыт интересен и на производство. Поэтому готов. А сам не боишься, что там вернувшись на ферму как бы будешь ограничен именно тем предприятиям, где работаешь? Сейчас у тебя большой опыт, много клиентов. Кстати, сколько их? Я веду 5. Ты ведешь 5 клиентов? 5. А в головах если взять? Если взять в головах, это будет в коровах что-то в районе 200 тысяч. Очень крупные клиенты. Окей. Вот. Очень крупные клиенты и у тебя ну то есть 5 клиентов это не 5 ферм. Это 5 очень крупных предприятий. Это 50 ферм. То есть и как бы опыт те ну даже так скажем эксперименты те те возможности которые у тебя есть на 50 главах на 50 хозяйствах нигде у нас не объединяется в одном предприятии. Не боишься потерять. Для меня очень важно было не остаться на ферме. То есть чем больше клиентов тем больше знаний тем больше ситуаций тем как бы профессиональный рост сильнее идет. Как бы уходя в хозяйство не страшно потерять рост или в текущей ситуации это не рассматривается. В любом случае если попаду обратно на производство это будет какой-то крупный холдинг. Крупный холдинг. где по-прежнему будут востребованы уже мои навыки управления людьми выстраивания процессов неважно уже в какой сфере. Вот ты попал в крупный холдинг. какие-то там три пять основных советов по воспроизводству грубо говоря как за 21 день изучить воспроизводство и сделать результаты лучше. Что бы ты посоветовал нашим зрителям своим клиентам нашим клиентам? В первую очередь чтобы понять как улучшить воспроизводство надо понимать на каком уровне мы находимся. Для этого нужно изучить основные KPI что такое прогрейт что такое submission или heat detection rate как они считаются как работает программа что на что влияет потому что когда меня до сих пор удивляет и огорчает когда путают процент стельных на УЗИ и процент оботворяемости к сожалению это есть до сих пор ну куда деваться поэтому в первую очередь нужно изучить азбуку потом сформировать линию куда мы движемся мы будем это делать допустим поставим перед собой цель достичь там 28% прогрейта как мы это будем делать мы в состоянии это сделать без синхронизации используя датчики активности используя визуальное выявление какие-то вспомогательные средства или мы понимаем что нет это не для нас мы выбираем хорошие гормоны великолепный учет исполнение инъекции и получаем те же уровни что запланировали то есть первое фиксируем ключевые точки сейчас выставляем цели третье смотря на возможности выбираем путь выбираем средства достижения средства достижения вот по поводу средств достижения на текущий момент на рынке пока много всяких вариантов есть ты сказал и схемы синхронизации и датчики и мелки и визуальное выявление никто не отменял с чего бы советовал начать то есть вот закроем глаза среднестатистический клиент с чего начать путь там к стопроцентному выходу телят так скажем учитывая текущую ситуацию я бы дал совет снижать зависимость от гормонов уменьшать долю синхронизации к сожалению мы не знаем что что будет завтра как долго будет доступ к тем гормональным препаратам к которым мы все привыкли я знаю что многие уже ветеринарные врачи озабочены изменением схемы иммунизации потому что с вакцинами есть только раз сложности специалистов поэтому мой прогноз в этом плане что с гормонами риск велик поэтому если вы используете стопроцентную синхронизацию я бы задумался но в какую сторону двигаться датчики тоже по большей части иностранные да и мелков не видел кроме глаз отечественного нечего предложить к сожалению все на самом деле в руках специалистов то есть нужно работать с людьми естественно если человек проводит пять-шесть дней в неделю на расколе или в корпусе на хедлоков выполняя функцию инъектора мы никогда не добьемся мгновенного переключения его на технолога с большой буквы который в состоянии без использования гормонов выявить корову или тёлку в охоте самостоятельно ее осеменить поэтому нужно работать с людьми то есть вкладываться в их образование и смотреть в будущее как бы строить оптимистический и пессимистический вариант развития событий да то есть ответ на вопрос что будет завтра если должен быть у каждого понятно ну мой традиционный вопрос как ты оцениваешь перспективы российского животноводства рынок будет расти как бы мы перейдем переживем этот потому что да по ветеринарии определенные вопросы возникают по оборудованию сейчас возникают нас не подводит только генетика компания АБС вот но как бы возможно ли в текущих условиях развивать увеличивать поголовье или ты думаешь что лучше сейчас переждать дождаться пока все отыграется назад или какое-то предложение придет на рынок я по жизни в целом оптимизм оптимист поэтому я считаю что нужно надеяться на лучшее однозначно животноводство в России есть куда расти средние надои сейчас далеки от идеала у нас по-прежнему много животных которые с продуктивностью ниже 5000 но чтобы полностью обеспечить граждан своими продуктами нам надо доить в среднем 9 для этого недостаточно ни уровня надоев ни коров поэтому однозначно рынку есть куда расти это масса возможностей для любого производства которое мы хотим импортозаместить вот да такой вопрос мы понимаем что дефицит молока в России оценивается по-разному то есть есть люди кто это считает не будем там в полемику вступать но дефицит есть это признают все и часть дефицита закрывал за счет поставок с запада сейчас как я понимаю их количество сократится ты рассматриваешь это как сложность или наоборот это как преимущество и возможность для развития рынка я рассматриваю любой кризис как возможности в первую очередь и тот кто умудрится ими воспользоваться будет выигрышем поэтому для производства любого на самом деле масса компаний желает локализовать свое производство тем или иным образом и есть я знаю и производство молочного оборудования которое ищут партнеров России поэтому возможности есть Сергей ты говоришь что у нашего рынка есть перспективы по увеличению как надоя так и поголовья что ваша компания может предложить сейчас клиенту для этого помимо отличной генетики компания обладает собственной технологией семени разделенного по полу или со смещенным соотношением полов как мы его называем это технология с excel она уже пять лет на рынке мы запускали пробные партии в 2017 году в России на ферме в брянской области это Нива охотно и они у Ивана у Ивана Иван был первым кто решился на использование секстерного семени на коровах мало того что наши иностранные коллеги что мы его отговаривали говорит что нет оно предназначено исключительно для телок по первому осеменению ни в коем случае на что он ответил я его у вас купил купил что хочу то и дело и он получил результат который ошеломил не только нас результаты эти потом разошлись по всему миру появился новый тренд поэтому Иван в определенной степени пионер законодатель трендов сейчас мы с уверенностью можем сказать уже получили буквально недель назад отзывы о том что на секселе оповотворяемость на коровах не падает даже летом не препятствия не препятствия и нет разделения первотелки коровы или все-таки нет нет используем и на коровах первой лактации и второй лактации все зависит от того насколько большое поголовье нам требуется есть ли у нас возможности для племпродажи потому что ни для кого не секрет что осуществив племпродажу даже 100 голов метелей компания получает весьма существенную прибавку на расчетный счет это сколько 2100 20000 евро по старым ценам 200000 евро 100 голов по 2000 да это 200000 евро это 200000 евро сейчас сейчас когда сложности с доставкой скота из-за границы получить хорошее племенное животное телочку это очень важно так у меня вопросы кончились спасибо большое что пришел рад был увидеться заезжай почаще мы всегда будем рады видеть спасибо что нас смотрели в гостях у нас был Сергей Данилов директор по ключевым клиентам компании АБС России а я Вячеслав Калтаков генеральный директор Digifarm Software все контакты Сергея в описании к этому видео там же ссылки на наши группы в контакте телеграме инстаграме оставляйте свои вопросы предлагайте новые темы до новых встреч пока